Акция «Ночь искусств» давно полюбилась ульяновцам. Каждый ее участник открывает для себя что-то новое. Так в Ленинском мемориале посетители впервые смогли увидеть уникальную выставку фарфоровых миниатюр из личной коллекции Валерия Перфилова, старшего научного сотрудника Мемцентра. По словам Валерия Александровича, первые экземпляры попали к нему в 80-е годы прошлого столетия. Именно тогда появился интерес к этой теме. Правда, были и такие, которые считали, что подобное коллекционирование – признак мещанства. Коллекция была представлена не в полном составе, всего 100 фигурок, но в полной мере раскрыла талант виртуозное исполнение мастеров советской эпохи. Многие посетители буквально окунулись в детство или вспомнили дни своей молодости. Некоторые просто фотографировали отдельные экспонаты, например, хозяйку Медной горы, с которыми была связана какая-то история из детства. Медо. Медо. Я думаю, что это не талант виртуозное исполнение. Медо. Ну, это все. Медо. Я говорю, мы ее в supernaturalе с тем, что я знаю, что я знаю, что это проявить. Не меньше интереса посетителей вызвала личная коллекция масок народов мира Александра Перфилова, заведующего отделом выставок и инновационных проектов Ленинского мемориала. Коллекция масок народов мира собиралась более 15 лет. Уникальная коллекция, которая насчитывает около 150 единиц на данный момент. Маски самые разные. Маски действительно буквально всех народов и стран мира. Это все континенты. Маски совершенно с разными целями и задачами. Это маски как театральные, карнавальные, так и ритуальные, мистические маски. Есть даже маски, которые уже современные, именно туристические маски. Каждую маску можно разглядывать подолгу. В них своя история. К примеру, вот эта маска была найдена в индийской деревне, куда редко ступает нога туриста. Она находилась над дверью в жилище и выполняла функцию оберега, отгоняла злых духов. А это одна из самых популярных в Японии маска демона Ханя, отгоняющая зло. История ее появления в стране восходящего солнца связана с легендой. Молодая женщина, влюбленная в монаха, после долгих переживаний из-за нерезделенной любви, стала превращаться вот в такого демона. Очень необычно выглядят африканские маски. Как правило, это маски личины, которые использовались в обрядах. Некоторые выполняли функцию фотографий. Все они сделаны из дерева. В коллекции есть и маски народа в Сибири, тоже деревянные. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова